Всем привет, всем доброго вечера. Я с работы только прибежала, даже не с работы. Мы сегодня ездили с мамой и с сестрой за продуктами к Новому году, потому что отмечать мы будем Новый год вместе. У меня отдельным видео там покажу. Мы снова были в светофоре, снова были в доброцени. А я сейчас делать буду заготовочку к Новому году. Вяленые помидоры, потому что они у нас будут на брускете с творожным сыром. Рецепт творожного сыра я выкладывала раньше, есть видео. Сыр с кефиром, то есть замораживаете в морозилке и на ночь, утром достаете и на мелкое сито отцеживаете. В принципе, кто-то хочет, добавляет сметану. Кто не хочет, сметану не добавляет. Я в последнее время не добавляю. Мне как-то так хорошо. Туда можно добавить чеснок, зелень, соль. В общем, чем вы любите. Кто-то грибы, кто-то ветчину мелко для бутербродиков на завтрак. Я готовлю заготовочки. Буду делать вяленые помидоры. К Новому году у меня будут бутербродики с домашним творожным сыром мягким. Брускетты с домашним творожным сыром и вялеными помидорами. Вот так вот я режу помидорки. Видите, миллиметров толщиной, не больше. И выкладываю на противень. Противень застилаю бумагой. Выкладываю. Можно очень близко друг к другу выкладывать. Потому что они потом... Ну, сок уйдет. Заварится помидорами, они уменьшатся. Поэтому их можно вообще прям плотненько-плотненько. Сначала я делала их очень тоненькими. Ну, теперь поняла, что можно их и потолще резать. Даже так вкуснее получается. Удобно очень вялить на сушилках специальных, либо в газовой духовке. Вот в электрической духовке я делала мамы. Они немножко не такие получаются. Они не завяливаются до конца. А они, получается, не вялеными, а запеченными. Как бы мягкие очень. Так, выкладываю. Это у меня заготовочка на Новый год. Мы летом вялили помидоры. Но все, что мы делали летом, мы уже все скупили. У нас уже ничего не осталось. Причем скупили в первые же месяцы. У меня вся семья любит учинить эти помидоры вяленые и бутерброды с этими помидорами. Мы вообще любим бутербродики с творожным сыром, да? Получается, что очень быстро у нас все это дело мотает. Так вот так выложили. Обязательно посолить. Посолить еще для чего? Чтобы быстрее сок вышел из помидоров, чтобы влага вышла быстрее. Чтобы помидорки сок дали. Не надо их отдельно солить. В чашке их достаточно посолить на ветвине. Посыпаю итальянскими или прованскими травами. Можно кавказскими травами посыпать. Тоже вкусно получается. Надо было сначала смазать маслом. Ну ладно, нужно как сделала. И смазать обязательно маслом. Маслом я кисточкой смазываю. Надо сейчас маслом помазать, потом все посыпать. Вот такое кулинарное масло обязательно. Они тогда запекаются прямо. Вот такая корочка у них вкусная. Немножечко сверху получается. Самый-самый маленький режим духовки, какой у вас есть. Ну, градусов, наверное, 100-120 достаточно будет. И часа на 2-3 в духовку. Каждой духовке нужно приноравливаться по-разному. Потому что, например, у мамы я их вялила 8 часов в электрической духовке. Здесь я уже их делала. Мне хватало 2 часа, чтобы их завялить. Они уже были готовы. Для чего еще масло? Масло и сушеные травы. Вот когда травы в масле расходятся, очень вкусно. Все. Готово. Луковка. Луковка не может включить. Второй портвень делаю. Вот. Выложила я второй портвенек масла. Да, если вы вот так в чашечку наливаете маслом, например, чтобы смазывать, что страшно, если вы его нальете побольше, потом у нас в это масло уйдет в баночку. Куда мы отправим наши помидорки, после того, как они запекутся, завялиться. Смазываем их маслечком. Прямо масло вот хорошо смазываем. Они будут вкуснее намного. Солим. Солить много не надо, потому что это только для того, чтобы быстрее сок ушел из помидоров. Потом, когда будем складывать в баночку, мы их еще раз посолим, чтобы не пересолить. И с аренскими травами. Я до этого делала только прованские, итальянские травы. Недавно они утром попробовали. Вот такой горячий бутерброд. С кавказскими травами очень вкусно. Мне понравилось. Такие, я думаю, что можно сделать. Ну, конечно, там совсем другой вкус. Ну и все. Второй портвенек у меня. Еще вот эти помидоры нужно сделать. Это у меня заготовка на Новый год. Плюс это у меня будет гости, когда приедут на Рождество. И сразу сделаем. И вообще, очень хорошая заготовка. Любые бутерброды с утра. Детям, самим им на закуску. Обалденно получается. Помидоры сейчас завялятся. И вот в такой контейнерок это у меня там зеленый чеснок. Замороженные стрелки. Чеснока мы их перекручиваем. И замораживаем. Вот видите, все осталось уже. Все больше нету. Он гораздо ядренее, чем обычный белый чеснок. Сейчас он разойдется. Я добавляю сюда масло. Сложу в этот контейнер все помидорки. Посолю. И перемешаю с этим чесноком. И залью маслом так, чтобы они полностью были в масле. Они у меня вот так вот прекрасно в контейнерочке хранятся. Баночки можно быть, мгновенные, стеклянные. Хватает очень надолго. Ничего не портится. Так что вот такая будет заготовочка из помидоров. Ну вот, помидорки у меня завялились. Видите, сока нет почти практически. Осталось только мякоть. Ничего страшного, если вот так вот немножко запечется. Страшного в этом ничего нет. Все перекладываю в баночку. Вот половинка баночки. Это у меня помидоры с противня. С целого противня. Они очень усыхают, уменьшаются в размерах. Ну вот, такой контейнерок у меня получился. Помидорки я посолила. Чесночок тут. Добавлю еще итальянские травы у меня. Травы и заливаю все это маслечком. Вот, все. Сверху надо залить, чтобы прям сверху было. Чтобы помидорки все были в масле. Все, закрываю крышечкой и в холодильник. До нового года. Расскажу сейчас про свой ковер. Я все-таки это пятно вывела, но у меня теперь другая беда. Пятно само я вывела, потому что я прямо на само пятно средство налила, а вокруг остались разводы. Все равно темный вень. Мне кто-то посоветовал вот это средство. Тоже Грассовское. Мне это, по-моему, это мне кто-то из девочек на Дзене посоветовал. Нет, это клинер-профессионал. В общем, не помогло. Не помогло. Целая бутылка, но мне в работе пригодится. Увезу на работу. А я, думаете, чем вывела это пятно обыкновенной перекисью. Я на само пятно навела перекись, оставила на ночь. У меня все отлично очистилось. Прямо как новенькое, как будто было. Но зато все, где я вокруг чистила, остались разводы темные. Сейчас покажу. На камеру не очень, наверное, видно. Ну, видно, да? Вот оно пятно, которое почистилось. И вот вокруг, видите, темнее. Если это идти подальше, то немножко все равно видно. Вот эти разводы. Ну, я и решила. У меня закончилась перекись как раз. Я решила купить еще пузырек и просто водичкой разбавить и тут вокруг тоже потереть. Ну, в общем, как-то вот так. Всем большое спасибо, конечно, за советы. Мы вот уже елочку поставили. Ну, подпишем с вами немножко кофейку, чайку. У меня получаются такие видео, очень много обзоров, что-то последнее время. Что происходит? Да ничего не происходит. Идет подготовка полным ходом к Новому году. У меня, видите, что сзади сушилка стоит сегодня. Здесь, так как мы ее ставим обычно там, где елочка, сегодня поставили сюда. Никуда было больше. Вышел уже обзор в доброцене. Цен в доброцене. Ужасно. Ужасно. Цены дороже, чем в магните пятерки. Единственное, единственное, что мы там купили. Единственное, вернее, мы купили 10 килограмм муки и по 240-220 рублей. Мука хорошая. Мы уже ее страпали. Тортик делали. В общем, как бы этой мукой раньше пользовались. Она передавалась по килограмм, по два. Хорошая такая цена. И купили свинину по 203 рубля за килограмм. Мы купили часть ляхит. Она продается полутушами. Сегодня у дяденька там рубил. Мы прям урвали 10 килограмм свинины. Причем она не жирная. Жира почти нету под кожей. То есть кожу сняли, и там сразу же мякоть. Косточка очень маленькая, видимо, молодые какие-то поросята. И мы покупали там шар. Ну, такой, знаете, для дискотеки цветный. Он получается шар-колонка. Можно через блютус подключать музыку. У Тани был день рождения. Не у племянника у моего. У Тани у сестры был день рождения. У племянника у Лавроши 12 лет было. В общем, дети там радовались, танцевали, плясали. Была у них своя свитомузыка. Всего 400. Ну, около 500 рублей. Не буду врать. То же самое стоило, например, в Левуа тысячу. Мы смотрели на Озоне. Там тоже дороже было. Озон, Валберис. Все, там особо взять больше и нечего. Цены в доброцении совсем не добрые. Но у меня отдельный ролик по доброцению вышел. В светофоре я, наверное, за эту неделю раз за четыре было. Тоже там обзор. Пацан, кому интересно, посмотрите, прям с ценами снимала цены. И что продается. На светофоре еще более-менее что-то можно выбрать. Посуда есть выбор. А, в доброцении есть еще бокалы, фужеры. Недорогие. В принципе, неплохие. То же самое, что турецкие пособахчи. Они пособахчи стоят гораздо дороже. А качество, я посмотрела, бокалы один в один. Для шампанского бокала, например. По 72 рубля можно взять. Вот такие пироги. В общем-то, это все. Дни рождения я своей семье не снимала, потому что моя семья не хочет, не хочет, чтобы их обсуждали, скажем так, да? Писали какие-то комментарии, отзывы. Моя семья сниматься категорически отказывается. Поэтому я ничего не снимала, дни рождения не снимала. Ну, снимала в домашний архив. У нас есть ролик, и мы вкладываем в свой домашний архив. Вот такие новости. Будет что-то интересное. Привет скоро, Натулька. Обязательно вам будем вкладывать разные интересные ролики. Мы собираемся и на коньках покататься, и на лыжах. Так что, думаю, будет весело и интересно. Всем пока, всем хорошего предновогоднего настроения. Думаю, до Нового года еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok